Привет, моя любимая. Давайте посмотрим на новые интересные фишки. У нас есть три героя. Дивауэр, Сларк и Undying. Но, 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 только у одного из этих героев украденные характеристики работают на его иллюзии. Давайте проверим, у кого же это. Допустим, Дивауэр и его первый скилл. Мы воруем интеллект, у нас увеличивается урон. Увеличиваем, увеличиваем, увеличиваем. Ну, например, до 140 увеличиваем урон и создаем иллюзии. И мы видим, да, что интеллект, который мы украли, не работает в нашей иллюзии. То есть, вот у нашего родного интеллект плюс 85, плюс 90, у иллюзии плюс 10. И атака меньше. То есть, Дивауэру Манта Стайл не подходит. Делаем мы такой вывод. Идем дальше. Сларк. А, и его третий скилл, пассивка. Начинаем воровать характеристики. Ну, например, до 150 опять же наберем. Вот, 150, да? Пробуем. И мы видим, работает. У Сларка сворованные характеристики работают на его иллюзии. То есть, у нас была атака 153, и у наших иллюзий тоже 153. У нас была сворованная ловкость там 80, и у иллюзий тоже была общая ловкость плюс 80. Хорошо, идем далее. Теперь Undying, его первый скилл. Воруем силу. Ну, допустим, еще разок. И мы видим, у нас атака 143, силы плюс 62. Задаем иллюзии. Сила плюс 10, атака 92. То есть, получается, что характеристики работают на иллюзии только у Сларка. Поэтому здесь Манта Стайл Сларк в принципе подходит, почему бы и нет. Мы наворовали статы себе, делаем иллюзии и делаем парочку рампак. Таск и его шар. Мы не можем в этот шар засовывать иллюзии наших союзников. Допустим, вот они сделали иллюзии. Пробуем, засовываем героев, но иллюзии я не могу засунуть никак. При этом мы можем засунуть туда свои иллюзии. Например, собрав Манта Стайл. Я использую Манта Стайл. Делаю шар, собираю свои иллюзии. Но смысла в этом, к сожалению, нет. То есть, мы прочитаем описание, что дается дополнительный урон за каждого героя, который попал в этот шар. Но за иллюзии не дается. То есть, даже если мы сделаем шар с нашими иллюзиями, урон будет точно такой же, как будто мы там были одни. Довольно много я времени трачу на поиски различных фишек и тестирования. Решил попробовать как-нибудь выйти за пределы карты. Тем более, раньше был баг, можно было за шторма здесь вылететь за пределы карты. Это все пофиксили. Но я нашел кое-что другое. Мы можем выкинуть некров за пределы карты. Ну, может что-нибудь придумать, как это можно использовать. Что мы делаем? Мы делаем вид от первого лица. То есть, вот так вот. И подходим вплотную к скале. Лучше делать в данном месте, но можно в любом другом. Подходим вплотную к скале. У нас должны быть некры. Ставим камень. То есть, поставили камень и катимся. Нам нужно дождаться тот момент, когда появится небо. И когда появляется небо, мы используем некров. Вот. В итоге, у нас получается, что один некор остается здесь, а второй некор уходит за пределы карты. Мы можем через таб перейти к этому некору. Привет, братюня. Лау. Это имба. Вы можете спокойно поднять себе около 10 камммр с помощью данной фишки. Он, к сожалению, не может бегать. Ладно. Спасибо большое за просмотр. Не забудьте написать в комментариях, что вы знали и что вы не знали. И рассказать своим друзьям. Чинь-чопа, чинь-чопа. Чинь-чопа.